Хороший вопрос. Я давно хотела его задать. Действительно, мы знаем, что ваш руководитель Анатольевич активно участвует в виртуальной жизни. Активный пользователь интернета читает и слушает. Влияет на него реально мнение этого сообщества? Иногда он расстраивается, особенно с учетом того, что интернет у нас, к сожалению, как и все общество, иногда ведет себя не вполне корректно. И он расстраивается даже иногда не из-за резкой критики или что-то. Если критика конструктивная по делу, то это как раз вполне нормально. И достаточно много случаев было, когда что-то прочитано или увиденное заставляло его потом давать какие-то поручения или принимать какие-то дополнительные решения. А вот скорее, вот это некое общее бытовое храмство, да, по-другому не скажешь, да, оно, конечно, расстраивает, например, расстраивает меня. Я не понимаю людей, которые там условно в Фейсбуке пишут, не, ну ты Димон молодец, зажег. Честно. То есть он вам не Димон, да, он представитель правительства. Не обязательно называть его Дмитрия Анатольевича, да, но хотя бы Дмитрий Иновы, пожалуйста. Это, в принципе, правило хорошего тона. Ну, даже если бы он не был руководителем, он бы говорит сразу. Даже если бы мне там написали, абсолютно, абсолютно, да. То есть вот его скорее расстраивает, если говорить о том, что его расстраивает в интернете, вот этот факт, что... И несколько раз мы обсуждали это, что, например, есть же у нас аккаунты в социальных сетях на иностранном языке. Насколько, извините, отличается характер и тон дискуссии. Вот это, к сожалению, обидно, потому что там люди пишут, как правило, по делу. Могут быть очень критические вещи, но подача совсем другая. Всегда уважительно, всегда с аргументами, всегда не просто с желанием оскорбить иногда, как у нас бывает, а все-таки донести свою позицию ровно для того, чтобы, может быть, попробовать повлиять. Вот это одна сторона вопроса. Когда хамство действительно бытовое, от того, что человек невоспитанный, у него в руке есть такой инструмент, как интернет. Другой стороны, ведь есть и то, что называется политическая компания. Когда, ну вот, с 2000 года по 13-й этих заказных, действительно продуманных, организованных политических компаний было невероятное количество. Вот с этим как работают? Ну, это часть нашего политического пейзажа сейчас, к сожалению. Мне кажется, она во многом происходит из-за того, что политическая система не до конца у нас еще прожила какую-то свою историю. Да, поэтому там, где, например, в тех странах, где есть разные партии, представляющие разные мнения, и есть возможность выяснять какие-то вещи на уровне межпартийных дискуссий, еще каких-то там дебатах публичных, да, у нас этот процесс только формируется, поэтому СМИ, конечно, зачастую, интернет особенно, воспринимается как раз инструментом для ведения таких дискуссий, зачастую не самыми хорошими и честными методами, да. Ну, я считаю, что это определенные издержки просто развития, это общий недостаток политической культуры, мне кажется, мы просто должны прожить какую-то свою политическую историю для того, чтобы подобные вещи... А у вас не было соблазна просто, вот у вас лично, соблазна взять и выключить рубильник? Ну, не знаю, там какое-нибудь издание, закрыть, которое отличается этим? Нет, ну что вы, как закрыть издание? Нет, у меня, скорее, я выработала немножко другой для себя принцип, по крайней мере, то, что касается меня лично, к сожалению, про руководство, про премьера, про правительство должна читать всё, просто для того, чтобы понимать и угрозы, и оценки, и какие есть мнения, потому что, ну, зачастую они же тоже чем-то обоснованы. Вот, что касается себя, вы знаете, я как-то сначала читала, расстраивалась, потом решила, что я буду вот по-глупому, как страус, не читаю, прошу своих друзей не сообщать мне, о чём они прочитали обо мне в очередной раз, и как-то говорить, что для меня этого нет, для меня важно мнение определённой референтной группы, я его всегда получаю. Мы будем надеяться, что с Володей, что мы попадаем в вашу референтную группу, мы, по крайней мере, вежливые. Наташа, вот мы всё-таки...